добрый день уважаемые студенты сегодня мы с вами начинаем нашу следующую очередную лекцию в которой мы продолжим знакомиться с основными свойствами программируемых логических контроллеров сегодня мы с вами говорим о ресурсах и конфигурации плк более подробно начнем мы с модели прикладной программы основные языковые элементы их взаимосвязь были показаны ранее они состоят из элементов которые программируется с использованием языков определенных стандартам мэк 611 31 3 то есть программы функциональных блоков а также и элементов конфигурации в частности ресурсов задач глобальных перемен путей доступа и инициализации конкретным экземпляром этих программных элементов которые поддерживают установку программируемых системах контроллеров конфигурация содержит один или несколько ресурсов каждый из которых содержит одну или несколько программ которые управляют одной или более задачами как определенного в стандарте мэк 611 31-1 функции обработки сигналов и и человека машинный интерфейс и функции интерфейса датчиков и приводов являются соответствующими элементами языка ресурсов и не как было сказано давайте посмотрим еще раз на рисунок который отражает полностью модель прикладной программы то есть конфигурация как мы сказали состоит из одного или нескольких ресурсов программируемого логического контроллера ресурс свою очередь содержит хотя бы одну задачу одну задачу задач может быть несколько тогда речь идет о многоцелевой платформе с таким понятием как многозадачность мы сталкиваемся но как правило ресурс должен содержать хотя бы одну задачу и данная задача выполняется хотя бы одной программы да но программ может быть несколько которые могут содержать том числе и функциональные блоки и функции да то есть как отдельные элементы пол как мы видим на картинке то есть так выглядит модель программы виде конфигурации ресурсов и задач из следующей картинки мы более подробно видим как реализуется модель программы то есть конфигурация состоит из одного или нескольких ресурсов ну и ресурс свою очередь содержит хотя бы одну задачу и связанную с ней программу да хотя бы одну ну а эта программа в свою очередь содержит как отдельные элементы пол программы и функциональные блоки а также функции которые выполняются уже внутри этой программы которая напрямую связана задачи теперь поговорим о конфигурации более подробно с помощью функции интерфейс оператора программирование тестирование контроль или операционной системы определенных стандартам мэк 61131-1 конфигурации ресурсы могут быть запущены и остановлены запуск конфигурации означает запуск всех ее ресурсов конфигурации и инициализацию глобальных переменных в соответствии с правилами приведенными в разделе инициализация запуск ресурса должен привести к инициализации всех переменных на этом ресурсе затем добавление всех задач на ресурс остановка ресурса должна отключить все его задачи остановка конфигурации должна остановить его соответствующие ресурсы то есть вот таким вот образом выполняется работа программируемого логического контроллера как мы видим конфигурация содержит себе опять-таки ресурсы и ресурсы в свою очередь содержит определенный набор задач из каждой задачи связано выполнение какой-либо прикладной программы инициализация когда элемент конфигурации имеется ввиду сам ресурс или конфигурация активирован каждая из переменных связанных с элементом конфигурации его программами может принять одно из следующих начальных значений элемент конфигурации приостановлен начальное значение установленное пользователем исходное значение по умолчанию для типа данных связанных с переменной. Ну и пользователь может объявить, что если эта функция реализована, она должна быть переменной, используя retain квалификатор, указанный в стандарте. То есть речь идет о переменных типа retain. При запуске связанного элемента конфигурации исходное значение переменной определяется по следующим правилам. Если исходная операция теплый перезапуск, как определено в стандарте, то исходные значения удерживающих переменных должны иметь их сохраненные значения, как определено выше. Если операция представляет собой холодный перезапуск, как определено в стандарте, то исходные значения удерживающих переменных должны быть либо исходными значениями, определенными пользователем, либо значением по умолчанию для соответствующего типа данных любой переменной, для которой пользователь не устанавливал каких-либо начальных значений. Ну и непосредственные нераспределенные переменные активируются либо исходными значениями определенными пользователями, либо значением по умолчанию для соответствующего типа данных любой переменной, на которую пользователь не указывает исходные значения. И последнее, переменные, представляющие входы программируемой системы управления, должны запускаться в зависимости от реализации, как это определяется в стандарте. Теперь о задачах. Поговорим о задачах. Необходимость приложений контроллера выполнять множество различных операций одновременно требует параллельных вычислений. В простейших случаях мы самостоятельно организуем параллельные операции в одной программе. Для более сложных объемных вычислений проще создать многоцелевой проект или многозадачный проект. Мультитаскинг. Мультитаскинг это альтернативное выполнение нескольких задач на одном процессоре. Распределение времени процессора между задачами обработанными системой выполнения. То есть здесь идет о так называемых многозадачных проектах. Каждая задача содержит по крайней мере одну программу, выполняемую контроллером. Но даже организация одной целевой программы представляет пользователя различные задачи. Программируемые контроллеры обычно используют принципы циклического, либо периодического выполнения программ. Программы, запускающие цикл, запускаются быстрее после завершения выполнения. Периодическое выполнение программы запускается часовым механизмом в равных точках времени. Значение процесса считывается устройством и записывается в виде дискретных выборов в случайных или равных временных точках в зависимости от выполняемой контрольной задачи. Это в соответствии со стандартом. Ну и как выполняется? Из данной схемы мы видим циклическое выполнение задачи. В этом случае контроллер, как мы говорили ранее, читает свои входы, выполняет прикладную программу, затем результаты выполнения этой программы записывает в свои выходы. И так происходит циклически по кругу, покуда контроллер включен и не цилизирован. Также ранее мы сказали, что помимо циклического есть периодическое выполнение программы. Здесь все то же самое, но вот эта процедура запускается каждые 80 миллисекунд, как здесь показано. Здесь после определенной задержки во времени, то есть периодом 80 миллисекунд выполняется тот цикл, который, как обычно, выполняет ПЛК. То есть прошло 80 миллисекунд, контроллер читает входы, выполняет прикладную программу. Результаты выполнения прикладной программы записывают свои выходы, затем идет отсчет 80 миллисекунд. И только по истечению их опять начинается цикл. То есть это такое вот альтернативное циклическому выполнению, показано периодическое выполнение задачи. Таким вот образом выполняется реализация ресурсов и задач в контроллерах. Ну и как выглядит конфигурация ресурс, можно наблюдать из следующего примера. Для программы, то есть комплекса программирования контроллеров, коды Sys версии 2.3. То есть здесь представлен конфигурацию задачи. Здесь, как мы видим, имеется всего лишь одна задача. В случае, если мы хотим multitasking, многозадачный проект, то следует добавить сюда еще несколько задач, которые будут выполняться контроллером. И выбрать их тип, циклический или периодически еще, как было показано ранее. Ну, мы посмотрели в рамках данного занятия структуру конфигурации контроллера, его ресурсы и задачи. Поговорили о таких понятиях, как многозадачная платформа, многозадачный проект, как они реализуются в соответствии со стандартами МЭК-611-31. Спасибо, всего доброго.